Еще одна песня, которая специально написана для этого дивного инструмента, написана Алексеем Тимотковым. В Москве есть такое творческое объединение, которое называется «Алконост», и оно олицетворяет, на мой взгляд, собой второе пришествие профессиональных литераторов в авторскую песню. Его составляют поэты, выпускники Литинститута, Алексей Тимотков, Ольга Нечаева, Андрей Чемоданов, Всеволод Константинов и приткнувший к ним замечательный, выдающийся, очень талантливый композитор Сергей Труханов. Но Алексей Тимотков, он еще, кроме того, что сочиняет стихи и преподавал в институте долгое время, он еще и прекрасный мелодист. Вот его песенка. Между нами нет никакой связи. Даже не фокусник может провести между нами рукой и подтвердить, что связи нет никакой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проснувшись, она потребовала ручку и бумагу. Бумаги в моем доме не оказалось. Тогда у меня еще не было сына школьника, и бумага у меня была ни к чему. Но я нашла такой вырванный из тетрадки клетчатый листик, на одной стороне которого была расчерчена пуля, потому что вечером накануне мы играли в преферанс. На обратном стороне Лена круглым и ровным почерком, без единой помарки, написала следующее стихотворение. Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. С этим матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, Может, она не уедет от нас, Может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин. Пусть принимают старье, Где-то на юге заплачет грузин, Так и не встретив ее. Лена очень правдивый художник, и она всегда пишет в своих стихах только правду, только то, что было на самом деле. Когда ее спрашивают Лену, почему у тебя в твоей знаменитой песне «Я скучаю на матрасе лежа» Сказано, что-то не идет ко мне, а Леша. Лена разводит руками, Ну, рифм это Сережа, Всем понятно, что было бы лучше, Что не Лежа, Сережа. Но Лена разводит руками и говорит, Нет, Алеша был. И, видимо, действительно в ее жизни Был какой-то выдающийся совершенно Алеша, Потому что ему она посвятила Следующую песню, которую мы вам споем. Это такой мещанский романс. Я скучаю одна денешенька, Догорают в окне небеса, На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, Неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна денешенька, На же белого хлеба не ем. А извозчик в тулупе львань, Погоняет в любом коня. Я любилась так маленькой, Да никто не полюбит меня. Я тоскую одна денешенька, Догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, У него голубые глаза. Михаил Щербаков. Да, давайте сначала начнем. Все в порядке? Спит, гаванна спят, Дальфины спят, осенние цветы. В черном море спят, Дальфины в белом море спят, киты. И под бери, Торица баба, Улеглась под сонный куст. И собаки сядут знаки, Зодиака сладковатые, Над кустом рампа. Гаснет рампа, Гаснет лампа у ворот. Тень уходит, Ночь приходит, Все в рампу, Все пройдет. Путь неплинный, Некороткий, Посвист в рампе, Запах в маке, Транка, Древе, Длинно, Члеп, Скрипы солнца, Корабель, Скрипы пели, Серклы белых, Да не берег, Пушный век. И висит туман, Калечий на незрячих фонарях, И поет певец, Бродячий о далеких островах, О мазуре, Как фальтолы, О пухарской чайханья, И о грузчиках, Подтого и немного обо мне, И о том, Что кто-то вроде тысячи счастья Не найдет, И о том, Что все проходит, Все проходит, Все пройдет. Век прошел, У нас все тоже, Ночь прошла, Прошел, 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 Ушла собака, Только знаки зайдет, Да дождик, Ох, Тома. Тихо, Дед, Ночь приходит, Все проходит, Все проходит, Все проходит, Все пройдет. Евгений Николаевич, Он быков, Он на сегодняшний день Уносит гордое звание Известного хубериста, Но борется за звание Великого хубериста, Поэтому сейчас мы вам покажем Какие-нибудь инструментальные композиции К его исполнению. Какую именно вы хотели бы сегодня В это время суток сыграть? Я сегодня специально для вас приготовил. Вальс, который называется Солна или тень. Несуэльский вальс еще называете. Но мы еще, Помимо того, что Исполнен для вас его еще, Я им сегодня вам картинку, Которая явилась бы живой иллюстрацией К многообразию мира, Его жизненных форм. Вот если мы встаем рядом всегда, Я с этой маленькой гитарой, А либо со своей большой, Это вот, Я всегда улыбаюсь, по крайней мере. Даниле сдерживает смех, Честно говоря. Сейчас мы посмотрим на вашу реакцию. Хорошо, Евгений Николаевич. Ой, что-то не поет. Не поет. А где наш звукорежиссер? Вот. Так тихо, что ли? Я не могу понять. Что? Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Я к вам сижу у себя, У меня здесь колоночка, А вы что-то здесь слышите? Я понятия не имею. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня это такой шизофренический бред безумного сценариста, который сочиняет некое кино, скорее всего немое кино, начало века, про какие-то жуткие страдания одного молодого человека. Впрочем, вы сейчас все услышите. Что касается сумасшедших сценаристов, у нас есть один знакомый, который принимал участие в написании сценария к сериалу «Кормелита», по-моему. Я ни одной серии не видел, но он рассказывал одну смешную штуку, что в одном из сезонов некая бабушка там есть, героиня, цыганка, она у них умерла. Но тогда они возобновили обещание в следующем сезоне, продюсер пришел и сказал, знаете, надо бабушку вернуть, она очень дорога зрителю. Задача не из простых. Тогда они купили ящик водки и стали думать, как будем вернуть бабушку. И тогда они вспомнили, что, собственно, сцены похорон в фильме-то не было. И они решили, что бабушку они как бы положили в мавзолей. Ну вы же знаете, что у цыган это принято, да, они все в мавзоле-то не кладут в мавзоле. В общем, короче, бабушка... А в отношении трех серий она, значит, неким голосом к дедушке являлась. И говорит, приди же, приди же, посмотри же в Йолкинду, я же там живая. Вот, он пошел, посмотрел, точно живая. И вот так чудесным образом сценаристы вернули к жизни любимого транслятора всех людей. То, что ты говорила о сумасшедшем сценаристе относительно этой песне, то я бы сказал, что он генеральный. Я не знаю, что Михаил Щербаков на самом деле хотел сказать этим произведением. Я думаю, он хотел что-то такое нам сообщить, экзистенциальное, о перипетиях любовных. Но я вижу это именно так. Сумасшедший сценарист и безумный тапёр. Предположим, герой, я молодой человек, холостой кавалер. Он должен ехать в провинцию дней, как на десять делать дела. Расставаясь с избранницей, он рашает слезой интерьер. И, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. В сотый раз напоследок уже у дверей умоляет писать ему, Что бы тому ни было в день по письму. Рисовать в луку на конверте и слать неприятно скорей. И красавица тем же вполне в душе отвечает ему. Обещает писать об отрики в ком, одареет цветком. Наконец отпускает их десять минут, забывает о нём. А герой, повелев ему щеку не зевать, через сутки пути прибывает на место, Безжает в гостиницу и принимается существовать. То есть это утрижится, сделанное мясо в экипажине. Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур. Что ни день на подарки поедут, кому не жалеет, умолять. Покупая смаранды, хламы, серебряные всякие суммы бурят. Или в номере, кстати, весьма дорогом, Вчарами весьма от негодницы ждёт, издывает от скуки дурак дураком. Не пьяная, плодает ликёй, мисквит, без охоты жуёт. Ожидая в торговках с условным, на нём от руки глупком. И на мя с ожиданием ходит по бархату взад и вперёд. А кокетка не помнит, она занята, что ни день ежечасно, Её с головой поглощает забота. То это, то так, то не прошу, ни гость, то у неё, то не грень, То кому маскарад, а то сам маскарад, то верчение в столовце, Большая примерка. И так, что ни день, предположим, неделю проходит, он ждёт. А письмо не идёт, то есть трухнули связи, отмякли усно и померкли миры. Почтальём ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход. И один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Пройдя две ужасные ночи сна, деля две сутки в единый приём. Он затвор на москлянку, что свалит слона, осушает дурак, Наконец, обнушает его забыть её. В это самое время внезапно о нём вспоминает она, То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нём. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро вынимает, Конечно, певает, сбивая бумагу, берёт и пирог. И строкой, строкой погоняет строка, И просветом вас планирует, будет пустой, Как почтовый роман, в одном дегущей до ночи короткал. На десятые сутки с утра просыпается наш кавалер, Выпивает свой кофе, причём даже с юмором смотрит в окно. А потом не спеша тормошится, Вояж достаёт револьвер и, конечно, стреляется прямо на бархате, Что не умно. А конверт-то надписан уже и закрыт, Не без помощи воска смолы, огнязывает, Глубка в волке не забыт, Путевые сдержки рассчитаны на речный, Сел на конёк. Остальные детали впоследствии следствия определили, А пока угадайте, что в этом во всём привлекает меня. Ну, конечно же, на речный, боже ж ты мой, Это на кон поскачут сейчас, полетит, Не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через два, без того, без всего, На дворе постоял, у меня встреча его, И в глаза посмотрю с изначальник, Но не скажу ничего. Разговаривать некогда, да и зачем, Господа пассажиры, четвёртый звонок. Занимайте места, живу-преживу, землю, И ложной форидора, кто не согласен, Вот бог, вот порог. Лишено, что мы едем в Эдем, Это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господавы и жор, Таков эпилог. Или, может, и пига, Не всё ли равно, И их, знаете, путают. Профиксовитые горни по смыслу считать заодно, Угушайте мне эллины этот язык, Как не вникал ни в него, ни в них, Между тем, не последний, По общему мнению, был ученик. Это был такой фокус, а теперь вполне себе приличная песня. Это песня Юлии Кима, Геннадия Гладкома, написана для... Чуть ли не одна из самых первых совместных работ, Написана для кинофильма «Точка-точка-запятая». Точка-точка-запятая, Вышла рожица смешная, Ручки, ножки, лагулечек, Появился человечек. Что мы видим, эти точки, Что поставят эти ручки, Мы не более тянушки, Убедут его, Он будет живо среди, За это не ответим, Его нарисовали только и всего. Что вы, что вы, Это важно, Что вы выписаны тважей, Что вы мог найти дорогу, Считать разбегом. Это трудно, Это сложно, Но иначе невозможно, Только так из человечка Выйдет человек. Впрочем, знают, Как же дети, Как прожить на белом свете, Лечь этого вопроса, Нету ничего, Просто надо быть противом, Благородным, справедливым, Умным, честным сыном, Добрым только и сего. Как все просто удается, На словах и на бумаге, Как легко на гладкой карте Стрелку начать видеть, А потом идти придется, Через горы и геопраги, Так что прежде человечек Выучись ходить. Как чудесно, Что однажды получается То, что раньше не умел, А то чешу в береге Обозначается Не достигнутый предел. И вот так сидешь, Пока не одареешь И конца пути Не видно, Но зато будет час, Настанет время, И однажды ты сумеешь То, что не умел еще никто. Точка, дочка, запятая, Два кружочка вместо глаз. Точка, дочка, запятая, Это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога, Требует от вами, И мечтам зовет Искать и находить, Ты поднимешься на горы, Не пройдешь через обратно, Только прежде выучись Уходить. Точка, дочка, запятая, Точка, дочка, запятая, Владимир Васильев, Замечательный автор из города Харькова, Который знаменит главным образом Двумя своими произведениями, Когда я был щелком, И верил в грезы детства, И песенкой «Ткачи» Либо «Требурак ведомо на месте». На самом деле, Мне было творчество гораздо шире, Чем эти две песни Интереснее и глубже. Сейчас мы вам покажем Несколько песенок Этого замечательного автора. Стрекозой муравей. В этом произведении Владимир Васильев выступил Как композитор, Сочинив музыку на стихи Знаменитого, Нашего выдающегося поэта, Писателя, публициста и гуманиста Дмитрия Быкова. Басня Я, подлый муравей, Пойду и попляшу, И больше ни о чем Тебя не попрошу. На стеклах ледяных Играет мертвый глянец, Зима сковала прут, А вот и снег пошел, Смотри, как я пляшу, Последний стрекозел, Смотри, у Родины на мой Последний танец. Ах, были времена Под каждым мне листком, Был столик, вазочки, Чайник со свистком И радужный огонь Расистого напитка Уникаль, как и втрог В обеде веберской, Что добывается Не потом и тоской, А так из милости Задаром от избытка Завелли все цветы, Ветра сошли с ума, А всем, у кого был дом, Попрятались в домах. Согребные рабы Соломинки таскают, Больше не способные К работе и борьбе, Умею лишь просить, Пусть и меня к себе И гордо подыхать, Когда нас не пускают Когда-нибудь в район, Чем нам еще Близко и приятное Творчество Владимира Васильева, Тем, что Песенки его Очень маленькие, И вот мы хотим записать Диск 15 песен Владимира Васильева В некотором замешательстве, Потому что Он продолжительностью получается Минут 20 Диск все 15 песен Выкладывается Вот в это время Ну, мы найдем Как-нибудь способ А сейчас мы вам споем Два романса Владимира Васильева У нас, кстати, Инициация Два романса Вечером вы Ожидали полковника Гром доносился Военных музык Выпинул челюсть Момот На полу комнаты Вырисунув платья Бодряный язык Сердце Немного В объятия Сладкий Разум В объятия Тому Штык Двинул ящик Божественной пяткой Лязгнул Помот Язык Прищебил Роман Второй Романс Не громко Добивала Перемирал Я чуть Мотив О Божественной пятки Как же я забыла И далеко И далеко И до ночи Его Но тут И пылью Рот Забила И далеко И далеко Более Ничего Сейчас мы споем песню Владимира Васильева Которую мы между собой Называем ее гравюрой Хотя она по-моему Без названий Будьте внимательны Осторожны Сейчас Евгений Николаевич Выпить Ну это вот Предупрежденность Вооружен Корабли на причалах Шарит от спячки Белошинки Царевны Рыбачки И прачки Выбегают на берег Ладонька за реком Где усуженные Ветра Покурные Брюхаты Облака Кручевые Плывут Как Крегаты Взглядом Сужен Метель Скрипут Горизон Никого На направлении Песчаных Барханов Не воним Пронеслось Стана Стана Диких Мужланов Загадет Пулю-лю-лю-лю О-о-о-о Да По Коврески Потом Густым Берегат Глаз Ударило Девы Воскликнули Срам Нам подобных Сокровищ Не надо И там И пошли По пескам По следам Из лягушки Она превращалась В девушку Ой Не до самого Кожа у нее Теперь зеленоватая Глаза чуть Навыкать А так Ничего Ты Не печалься Царевич И мамушка Говорит ему Девушка Это ничего Что спина У меня Пупырчет Зато ноги Прыгучие Эх Не доцеловал Великий сказочник И сейчас Мы вам Споем Еще одну Сказку Правда На этот раз Немножко грустную Она называется Спящая царева Разводил Кто сидел Я на хребанной Иконочке Кто Везут И Жук И Ролан С пьяным Заимкой На Прикодочке В одной Теме Поцелуешь 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 Навек Уснешь Ну и конечно Самое знаменитое произведение Володи Васильева Это песенка Сказки Голый король Песенка Ткачей Надо сказать Что мы вот два дня назад Приехали из Белоруссии Вот Ну Зрители наши Хором Постановили Что Эту песню Надо сделать гимном Белоруссии Все в такой стране Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Но я думаю Что нам тоже В общем есть чем Похвастаться В этом отношении Поэтому давайте в хор На всем хруст-соевском пространстве Она никогда не потеряет Актуальности Это так А я более оптимистично Смотрю в наше будущее И тем не менее Давайте вместе Уже ближе к концу Нашего концерта Споем знаменитую песню Владимира Васильева Песенку Ткачей Когда глаза Таращат страх Решается не всяк Набравшись смелости Сказать я вид Это так Трусливый Забирает дух Куда надежней Тонкий ух Когда приходится Всерьез Решать одну из двух Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты дурак Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты дурак Револьно дерзкий Вот ткачану Короля служить Легко И спускнейшим Ткачан Ковзол Извести Шить Придворный лёг Всего дураком Уносите Обе лишних слов Но голым Голого назвать Лишите дураком Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты дурак Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте И дурак Парам-парам-пам-пам По сонке тёплых кота И в ого-фрэп-лиссе Пусть люди видят Врака во всей его красе Различную ткань Не сыскать Мы не напрасно Взялись ткать Чтоб вот народ В конце концов О королеве сказать Либо он дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо он дурак Либо он дурак Либо не на месте Либо не на месте И дурак Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте Либо ты дурак Либо ты дурак Либо не на месте Либо не на месте И дурак Спасибо, дорогие друзья Я обещаю вам сообщить Что автор Всех этих замечательных песен Владимир Васильев Сейчас в зале Поаплодируйте ему, Павел. Спасибо ему огромное. А мы будем заканчивать наш концерт нашей традиционной финальной песней. Это песня Александра Дова. Теперь его фамилия Дов, а прежде его фамилия была Медведенко. Эта песня называется «Пантомима». В прокуренном театре, Без рамп и кулис, Где вовсе непонятно, Кто зритель, кто артист. В бездарном пантомиме Грутких южных зим Неслышно и незримо По времени скользит, Как странно, Без участия, Без слов и без вины, На собственные страсти Смотреть со стороны, Как роль обыкновенной Разучивать печаль. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, прощай. Безуманно, словно тема, Мы тычемся в углы, И души, как растения, От льдинок тяжелой. Зимой все начинать, Зима поставит грязь, На том, что не менялась, Сять перемен и мерзь. Как странно, дни и ночи, Без слез и суеты, Отыскивать средь прочих Знакомые черты. И вновь все ту же сцену, Молчанием очищать. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, как странно, Перед веком, Распахивать по льдов. И снова бессоветно, По-детски верить в то, Что новогодний хвоей Среди всякой кутерьмы Окупится с рекою Безуманной резины. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, прощай. Единственный, прощай. Спасибо, спасибо вам, дорогие друзья. Если у кого-то есть желание и свободное время, Давайте романемся все сейчас на дубровку И посмотрим презентацию, видеоверсию, мюзикл Нору Дост. Я вас приглашаю. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а у вас нет своих песен? Да, они...